Я всегда была пышным ребенком. Я росла с пониманием, что 70 для меня это окей. Ты не любишь себя, если ты весишь 79. Пасту, пиццу, круассаны. Все это я ем. Я лично предпочитаю не кусочничать. Нормальный прием пищи занимает у меня от 30 минут. Но все равно при этом я ничего себе не запрещаю. Да, у меня бывают колебания на 2-3 килограмма, но это абсолютно нормально. Какая разница? Все равно, что уже потолстела. Мой путь, он не про диету. Он про смену целого образа жизни. Всем привет, меня зовут Таня и добро пожаловать на мой канал. Это видео ждали многие. И я сама, если честно, очень давно хотела его снять. Каждый раз, когда я упоминала в сторис или рилсах, что я похудела на 20 килограмм, это провоцировало огромное количество вопросов в моем директе. Всех интересовал один вопрос. Как? И сейчас я наконец-то нашла время, чтобы вам подробно обо всем рассказать. Вас ждет много моей рефлексии, истории, видео до и после. Поэтому присаживайтесь поудобнее, заваривайте себе осенний чай и приятного вам просмотра. Вообще, на самом деле, очень волнительно снимать это видео, потому что в первую очередь хочется сказать, что я не нутрициолог, не доктор, не тренер. Я просто обычная девушка, которая всю жизнь жила с избыточным весом, стеснялась своего тела, втягивала живот на пляже, отказывалась от поездок с друзьями на озеро, боялась носить шорты летом и постоянно ругала себя за отражение в зеркале. Так вот, моя история — это просто мой опыт, которым я делюсь с вами. Это не прямая инструкция к действию и не истина в последней инстанции. Для меня важно, чтобы вы понимали, что то, что подошло мне, не всегда может подойти вам. Но я постаралась собрать в кучу все свои пробы и ошибки и поделиться тем, что помогло именно мне достичь того результата, о котором я мечтала всю свою жизнь. Это видео не про экстремальное похудение, не про чудодейственные быстрые диеты. Это видео про смену мышления, смену режима питания и смену образа жизни. Ну что, начнем с рубрики «История моего дома». На самом деле, моя история начинается с раннего детства, и я всегда была пышным ребенком. Такой вот, знаете, сладенькой булочкой, которую хочется потискать, которая любит пирожочки, которая любит все очень сладенькое, и которая всегда потакает ее родные и близкие люди. И я думала, что проблема — внимание, в моих генах и в моей широкой кости. Посмотрите, как выглядит моя широкая кость, когда я похудела на 20 килограммов. Вот так вот выглядят мои руки, вот так вот выглядит мое лицо, мой подбородок, мои вот эти штучки. Не знаю, как они называются, вылетела из головы ключица, да. Мои пальцы. Ну да, пальцы остались пухленькие, но ничего страшного. В целом и так красиво, но просто посмотрите, я всегда думала, что проблема в моих генах и в том, что у меня широкая кость. Стоит также упомянуть, что рост у меня 178 сантиметров. Достаточно модельный и высокий. И отсюда вытекает то, что априори мой вес, нормальный, средний, подходящий мне, должен быть выше, чем у девушек ростом 150-160 сантиметров. Поэтому я всегда понимала, что 48-52 — это не норма для моего организма, но которая активно кажется нормой из социальных сетей и инстаграма. Я росла с пониманием, что 70 для меня — это окей. Соответственно, мой средний вес до 2022 года был в пределах 70-73 килограммов. В зависимости от времени года, стрессов и общего состояния. Сейчас маленькая ремарка для тех, кто считает, что любое тело красивое, вне зависимости от его веса. Да, я тоже так искренне считаю по отношению к другим. Неважно, сколько весит девушка — 70, 80, 90 — она хороша до тех пор, пока она чувствует себя хорошо и нравится себе в зеркале. Но я всегда жила с пониманием, что я недостаточно хороша. Что мне нужно похудеть, чтобы быть красивой. Что мне нужно похудеть, чтобы нравиться другим. Что мне нужно похудеть, чтобы нравиться себе. И все это постоянно приводило к огромному количеству ограничений, изнурительным диетам. И потом, конечно же, к срывам. Поэтому долгосрочно и эффективно опустить планку ниже 70 килограммов у меня не получалось никогда. И в какой-то момент я даже смирилась с этим и подумала, что в таком теле я останусь навсегда. Но начиная с февраля 2022 года, я заметно начала прибавлять в весе еще больше. Мировая ситуация, стресс от приближающегося окончания бакалавриата и необходимость принимать решения о будущем — все это заставляло меня переживать. Защитной функцией психики стало заедать стресс. Конечно же, те самые паттерны с детства. Увеличивать порцию съеденного. Добавлять в рацион много вредной, но вкусной еды, которая дарила ощущение радости, комфорта и безопасности. Это, конечно же, сказалось на моем внешнем состоянии и качестве моего тела. Они значительно ухудшились. И мой вес достиг отметки 79 килограммов. Если честно, я об этом впервые где-то публично говорю. Это максимальный пик, который у меня когда-либо был. Раньше называть эту цифру для меня публично казалось абсолютно невозможно. Это страшно, стыдно, стрёмно. Это значит, ты не контролируешь себя. Это значит, ты не ухаживаешь за собой. Это значит, что ты не любишь себя, если ты весишь 79. Почти 80 килограммов, будучи совершенно юной, молодой, здоровой девушкой. Но сейчас я спокойно говорю об этом и считаю, что если вы весите так, то это окей до тех пор, пока вы чувствуете себя хорошо. Но я хорошо себя не чувствовала. Я смогла принять свое состояние, осознать, что его необходимо изменить. И изменила я его на целых 20 килограммов. Да, мой вес сейчас находится в диапазоне 59. Это то, в чем я чувствую себя по-настоящему здоровой, счастливой. Я могу делать все, что я хочу. От хайкинга до любых приключений, которые может мне предложить жизнь Европе. Я чувствую себя по-настоящему здоровой и счастливой. Теперь давайте перейдем к следующей рубрике про эмоции. Мне кажется, понимание, что эмоции нужно проживать, а не заедать, ключевое в моем пути. Я заедала свою низкую самооценку, отсутствие творческой реализации. Ведь в то время я боялась вести YouTube, Instu, Telegram. Я боялась проявляться в мир и боялась чужой оценки моих действий. Хотя идей и возможностей у меня было куча, как вы можете увидеть сейчас. Я просто боялась заниматься их материализацией, с ужасом наблюдая за тем, как тот другой воплощает мои мечты. Если мне было грустно, я ела. Если я чувствовала себя счастливой, я тоже ела. При любом поводе я торжественно отмечала его вредной едой и перееданием. Сейчас же прием пищи для меня — это просто приятный ритуал, необходимый для поддержания моего здоровья. Это не культ, вокруг которого выстраивается вся моя жизнь. Это не все мысли в моей голове, как было раньше. Сейчас вместо награды в виде пачки чипсов я лучше куплю себе новую канцелярию, блеск для губ или украшения, которые будут радовать меня, а не забирать у меня энергию и вызывать чувство вины. Важно честно разговаривать с собой и рефлексировать. Задавать вопросы, почему ты испытываешь негативные эмоции сейчас. Что ты можешь сделать, чтобы чувствовать себя лучше. Как ты можешь поддержать себя и помочь себе справиться с какими-то трудностями. И только найдя ответы на эти вопросы, можно реально сдвинуться с мертвой точки. Но вы спросите меня, Таня, как же жить в Италии и Франции, как ты, и не есть пасту, пиццу, круассаны? Спойлер, все это я ем. И если хочу морковный торт или эклер, я себе не отказываю. Но при этом это не главная составляющая моего рациона. Как сказала Катя Клэп в своем интервью, нет плохих продуктов, есть отсутствие тормозов. И я с этим абсолютно согласна. Но об этом чуть позже. Следующая рубрика, как нужно начать, когда и что есть. В сентябре 2022 года я поняла, что больше не хочу давать эмоциям управлять своей жизнью. И сформировала определенные правила, к которым я пришла, через анализ своего организма и его реакцию на смену питания и образа жизни. Я поняла, что конкретно мне подходит отказ от плотного ужина. Я просыпаюсь рано, всегда начинаю свой день с плотного, вкусного, насыщенного и сбалансированного завтрака. Как правило, это яичница или скрэмбл. Обязательно овощи. Это клетчатка. Это томаты, огурцы, листья салата. Полезные жиры, как авокадо. Все это я могу вложить в обжаренный с двух сторон круассан, сильно вкусно промазанный творожным сыром. Согласитесь, звучит очень питательно, аппетитно, но при этом полезно. Еще я просто обожаю начинать свое утро с овсянки на безлактозном или овсяном молоке и добавлять в нее кусочки банана. Как по мне, он добавляет сладость, текстуру и вкус овсянки. Важно найти те блюда, которые будут радовать и насыщать вас. Сейчас в инстаграме, в тиктоке полно крутейших рецептов, которые будут не только вам вкусны, но и полезны. Мне, например, очень важно, что я с утра сыта, насыщена и готова действовать, выполнять свою ежедневную рутину, бежать на учебу в Сарбону и при этом не испытывать чувства голода или ненасыщения. Поэтому именно утро — мое любимое время для приготовления неспешных и вкусных завтраков и рефлексии с собой. Это время, чтобы замедлиться и насладиться предвкушением нового дня. Второй прием пищи у меня тоже достаточно плотный. Это может быть тыквенный суп-пюре, гарнир, гречка, рис, паста, кускус и обязательно свежие овощи. Я стараюсь их добавлять к каждому приему пищи, потому что это мало того, что вкусно, но и реально суперполезно. Если я ужинаю, то предпочитаю легкий овощной салат с веганской котлетой или запеченной рыбкой. Еще на ужин я просто обожаю фрукты. Кто бы что ни говорил, что их желательно есть тоже в первой половине дня, на ночь нельзя. Я в это все не верю и, честно говоря, обожаю фрукты. Сейчас сезон яблоков, такой вот осенний сезон, поэтому в сети полно рецептов корицы, яблок, какой-то полезной выпечки. Поэтому я вам очень советую присмотреться, приглядеться и приготовить для себя что-то вкусненькое. И еще важный момент. Я стараюсь, чтобы в моем рационе отсутствовали перекусы. Опять же таки, для кого как, кому-то важно иметь перекусы здоровые, правильные. Я лично предпочитаю не кусочничать. И для меня важны минимум два полноценных сбалансированных приема пищи. У всех разные биологические часы. Кому-то проще не завтракать утром, например, зато при этом плотно ужинать перед сном. Кому-то проще разделять дневную норму на три равноценных приема пищи. Честно могу сказать, что по моим ощущениям и по моей загруженности я могу отказаться от обеда или ужина. Но завтрак это самое важное и главное для меня. Калории, например, я не считаю и не веду дневник питания. Лично для моей психики это излишний контроль. Но, честно говоря, за многолетний опыт похудения я примерно понимаю, сколько калорий в каждом продукте, который я потребляю. И какой эффект они могут оказать на мое тело. Мы переходим к рубрике «Как лучше есть». Раньше я могла есть достаточно быстро, особенно если при этом смотрела какой-то сериал, шоу или листала релсы. Ощущение насыщения ко мне не приходило. И вот я уже тянусь на кухонную полочку за чипсами или шоколадкой. Сейчас же я научилась есть медленно, смакуя каждый кусочек. Чаще всего я обедаю или ужинаю в кафе с друзьями или дома, находясь на связи с моими родными или молодым человеком. И для меня важно, чтобы я наслаждалась не только едой, но и нашим разговором, растягивая двойное удовольствие. Теперь нормальный прием пищи занимает у меня от 30 минут. И это не просто потребление, это наслаждение процессом готовки или ожидания. И качественное время заботы о себе и своих чувствах. Я заметила, что чем медленнее я ем, тем более осознанно ко мне приходит чувство насыщения. И я могу спокойно остановиться в ресторане, не доедая десерт до конца, если я почувствовала, что я больше не голодна. Поэтому поддерживать прямую связь своего тела и разума, это супер важно. Первые заметные результаты в 2022 году я начала получать примерно спустя 2-3 месяца. Когда все мои джинсы стали мне большие, а те, которые раньше давили в талии, наконец-то начали сидеть идеально. Это было потрясающее чувство. Мне захотелось рассматривать себя в зеркале. Покупать платье более приталенного кроя. Теперь я спокойно могу носить топы с открытыми руками и не стесняться своих рук, и не чувствовать при этом свою уверенность. И мне нравится жестикулировать своими руками, потому что я пожила в Италии, мне хочется вот так вот вам доносить всю информацию. Я могу это делать спокойно, потому что я знаю, что мои руки в порядке, я в порядке, и я люблю себя. И это самое главное. Далее про мотивацию. Мотивация — это то, что ты должна практиковать. Это мой главный инсайт. Она не приходит просто так. Это рутина и дисциплина. И да, мне тоже иногда не хочется вставать и идти на тренировки. В некоторые дни я в прямом смысле заставляю себя встать с кровати, надеть кроссовки и пойти в зал. Поэтому для меня важно понимать, что я не только получу удовольствие после, но и в процессе того, как я занимаюсь. Этого я достигаю за счет сильной спортивной формы, которую мне хочется надевать, и удобного расположения зала. Когда я жила в Петербурге, он был прямо рядом с моим домом. Сейчас в Париже зал у меня прямо внутри моего дома. Теперь, наверное, один из самых важных пунктов, одна из самых важных рубрик этого видео — она про отказы и запреты. Так как я выросла в достаточно православной религиозной семье, с детства для меня было нормой отказываться от пищи животного происхождения во время поста. То есть это вся молочка — сыры, творог, йогурты, молоко, яйца и мясо. Благодаря этому сейчас в осознанном возрасте я действительно более легко отказываюсь от каких-то продуктов в своем рационе и более осознанно подхожу к своему питанию. Плюс, если честно, я замечаю, как легко мое тело чувствует себя, когда я отказываюсь от пищи животного происхождения. Я это делаю не на постоянной основе, я всегда могу съесть мясо, съесть скрэмбл, опять же таки, и мои любимые йогурты, выпить капучино на обычном молоке. Ну, точнее, чаще всего выбираю безлактозное, но, опять же таки, оно коровье. Я могу сделать это все, и я никогда не отказываюсь, не говорю, что это есть не будет никогда, или я веган. Но просто чаще всего в моем рационе продукты не животного происхождения, когда я нахожусь в Европе. Потому что сейчас есть очень много альтернатив. Например, альтернативное молоко, мое любимое овсяное, или веганские котлеты на соевом мясе, или овощные. Кроме того, я просто обожаю йогурты на кокосовом молоке, веганские печенья и сладости. Все это с хорошим чистым составом, без добавления сахара. При этом от чистых сладостей я все равно не отказалась. Могу съесть профитроли или чизкейк в ресторане. Я просто обожаю итальянское джелатто, мармелад хариба с крокодильчиками, или сникерсы в аэропорту. А еще я просто обожаю французские чипсы брэ. Сейчас они вылезут где-то здесь. Это просто моя зависимость и огромная любовь, особенно с их понючим сыром жура. Это просто вау. Это то, что должны все попробовать по приезде во Францию. Но дело в том, что я стараюсь, чтобы таких продуктов было не более 20% в моем привычном рационе. И тогда никакого вреда моему телу они не наносят, а только улучшают мое ментальное состояние, потому что я ничего себе не запрещаю, ни в чем себя не ограничиваю. Ну и, конечно, дарят мне хорошее настроение. Видели, как засияли мои глаза, когда я вам про чипсы рассказывала? Думаю, еще многие знают о вреде избытка соусов и напитков. Да, это именно то, от чего отказываются в самом начале своего пути по сбросу веса. И что, если честно, изначально сказывается на процессе похудения, потому что это кажется какой-то мелочью. Поэтому я давно не ем кетчуп, майонез, ну, окей, оливьена, но в год не считается. Это святое, да, давайте не будем. Я это все заменяю сочными салатами, свежих овощей. По напиткам я пью три напитка. В целом, по жизни, в своем привычном рационе. Это кофе и чай без сахара, но с добавлением молока в случае кофе. Это, как правило, как раз-таки безлактозное молоко или овсяное молоко. И есть у меня одна большая слабость, это кола без сахара. Я думаю, все девочки, которые когда-либо были на диетах, поймут эту зависимость, которая никуда не девается. Поэтому вот кофе, чай и кола — это то, что я пью чаще всего. Я редко позволяю себе пить алкоголь и сладкие напитки, потому что я вижу, как они сказываются на моей отечности. Но все равно при этом я ничего себе не запрещаю. Я могу выпить бокал вина во французском ресторане, могу выпить апельсиновый фреш, если того захочу. Но я четко осознаю последствия, которые потом, на следующее утро, появятся на моем теле и на моих весах. И вообще, если честно, я считаю, что нужно кайфовать от еды, которую вы любите и которую вы едите. Сейчас я передаю привет моей маме, потому что, если честно, это именно то, что привила она мне. Даже если эта еда не совсем полезная, но ее вам искренне хочется, нужно кайфовать в процессе, когда вы ее едите. Потому что, если вы с искренним наслаждением будете ее потреблять и при этом балансировать каким-нибудь, например, свежими овощами, клетчаточкой, чем-то полезным, она будет только в радость и не вызывать чувство вины. Потому что вина за съеденную шоколадку или пачку чипсов, она все-таки разрушает психику изнутри. Поэтому ни в коем случае нельзя ругать себя за лишний кусочек чего-то вкусненького. Просто вовремя остановитесь, почувствуйте свое насыщение и продолжайте возвращаться к своему привычному выстроенному режиму. Теперь, наверное, моя любимая часть этого видео про силу движения, которую я, если честно, дико недооценивала. С детства мы слышим фразу «Движение — это жизнь». И поверьте, это действительно так. Если честно, я с раннего возраста перепробовала все от гимнастики и хип-хопа, заканчивая фигурным катанием. И я поняла, что лучше всего работы отлично для меня. С сентября 2022 года я предпочитаю йогу, аэро-йогу, стретчинг и пилатес. Все эти направления мне невероятно близки. И моя студия в Петербурге позволяла мне возможность чередовать все эти виды спорта, которые я посещала 3-4 раза в неделю. И я уверена, что именно благодаря моей регулярной физической нагрузке и движению мне удалось достичь такого длительного и долгосрочного результата. Именно на таких тренировках я не просто улучшаю качество своего тела, но и разгружаю мысли, успокаиваюсь, выплескиваю лишнюю энергию. И сама при этом потом, того не замечая, приобретаю новые силы и новую мотивацию и гордость за себя. После всегда в теле такое приятное ощущение, прилив действительно энергии, прилив действительно гордости, что я нашла время, чтобы полюбить себя, чтобы позаботиться о своем теле, чтобы сделать ему приятное. Хотя, если честно, с приездом в Париж я стала посещать и силовые тренировки тоже. В моей резиденции каждый вторник бесплатные силовые тренировки с последовательным выполнением аэробных упражнений. И мне даже нравится, какая я мокрая, выхожу после них с чувством облегчения и радости, что уделило время своему телу. Но если вам больше подходит бокс, теннис, плавание или хотя бы 10 тысяч шагов в день, это окей. Это тоже отлично. Главное, выберите тот тип активности, который будет подходить именно вам. Конечно, вы можете не тренироваться вообще, просто есть меньше и вес тоже, правда, будет уходить. Это действительно так, кто бы что ни говорил, но лично мне такой режим не подходит. Я люблю есть, честно, и драматично урезать свою норму калорий я не готова. Ну и, конечно, испытывать дофамин после тренировок, это просто лучшее, что может произойти с вами в течение дня. Плюс при регулярном движении тело подтягивается, становится лучше и красивее. И оно выглядит не только упругим, но и выносливым. Ну и последнее я расскажу вам про секрет удержания моей формы. Как вы поняли, мой путь похудения окончательный, успешный и бесповоротный начался в 2022 году. В то время прошло ровно два года. Два года дисциплины, два года любви к своему телу, отличной формы и уверенности в себе. Да, у меня бывают колебания на 2-3 килограмма веса, но это абсолютно нормально. Когда я прилетаю домой из Европы летом или на Новый год, я всегда ем мамины салаты. Торт Наполеон бабушки Оли или вареники с лишней от бабушки Тани. Котлеты от дедушки Игоря или копченое мясо от дедушки Рити. Я вас, кстати, всех очень люблю. Знаю, вы смотрите это видео. Как вы можете понять, я богата, здоровой, любящей и заботливой семьей. У которых главное счастье накормить любимую внучку или дочку. И я уважаю их желания и никогда не отказываюсь от того, что я либо не найду в Европе, либо не приготовлю себя сама. Я спокойно ем, что люблю, при этом балансирую рацион домашними овощами и фруктами, которые родные бережно срывают для меня с огорода или деревья. При этом я стараюсь больше двигаться, много гулять, ходить пешком, кататься на велосипеде и восполнять профицит активностью. И даже если за целые два месяца абсолютного кайфа я набрала 2 килограмма, как это произошло этим летом, для меня это больше не катастрофа и не глобальная проблема. Раньше мой паттерн был следующий. Что ж, набрала 2 килограмма, наберу-ка я еще 5-10 чипсами, шоколадом, вредностями. Какая разница? Все равно, что уже потолстела. Знаете, вот это вот типичный синдром перфекциониста, когда что-то маленькое пошло не так. И ладно, катись, оно все вообще пофиг, едим. Нет, теперь больше у меня так не работает. Сейчас это просто не про меня. Я вернулась в Париж, спокойно восстановила свою рутину и дисциплину и буквально за пару недель бросила все, чем я так сильно наслаждалась все два месяца, будучи дома, без абсолютного вреда для своей фигуры. Поэтому в завершении своей истории я бы хотела вам сказать, что гиперважно восстановить свое ментальное здоровье и определить причину вашего стресса и переедания. Сформировать правильные привычки и режим питания, который подходит лично вам и делает вас лучше и сильнее с каждым днем. Важно понять, что похудение — это не просто красивая картинка в зеркале. Ну и это тоже, если честно, немножко. Это в первую очередь ваше здоровье, долголетие и внутреннюю устойчивая, уверенная любовь к себе, которую вы излучаете внешне. Я очень счастлива сейчас, особенно благодарна себе из 2022 года за то, что верила в достижимость этого результата. Мне легко, мои физические возможности значительно расширились. Теперь меня не пугают долгие прогулки, туристические активности, и я даже планирую встать на лыжи этой зимой. Тело стало подтянутым, гибким и выносливым, а благодаря йоге и пилатесу я вообще сижу на всех трех шпагатах. Именно поэтому, даже достигнув результата, я все равно сохраняю свой режим. Я практикую тренировки, я слежу за своим питанием. Даже здесь, в Париже, где делать это порой достаточно тяжело. Но я точно знала, что мой путь, который я себе начала, он не про диету. Он про смену целого образа жизни. И не только образа жизни, но и моего мышления. Особенно, когда ты знаешь, как долго и кропотливо от тобой достигался этот результат. И как долго, в моем случае всю жизнь, я мечтала чувствовать себя стройной и красивой. Всем, кто сейчас проходит через этот этап, я желаю огромного терпения, сил и мотивации не бросать начатое. К сожалению или к счастью, никто не придет и не даст вам волшебный рецепт похудения. Идеальную таблетку, которая вмиг, в одну ночь, сделает ваше тело стройным и подтянутым. И в этом кайф. Вы честно послушайте мне, именно в этом ваш кайф. Понимаете, вам не нужна никакая фея крестная. Никакие чудеса и магия, чтобы стать тем, кем вы хотите быть. А это лучшая версия себя. Вы можете полюбить себя. И слепите с себя идеальный силуэт, о котором вы когда-либо мечтали. Просто используя новые привычки и возможности своего тела. Вам нужны только вы сами и ваши инвестиции в свое время, в свое терпение, в свое упорство и в свою целеустремленность. И главное, последовательная рутина. И результат не заставит себя долго ждать. Я в вас верю и у вас все обязательно получится. Делитесь своим опытом в комментариях и задавайте интересующий вопрос. Я просто обожаю болтать с вами в комментариях. Давайте помогать друг другу становиться лучше с каждым днем. Кстати, теперь мои видео можно смотреть и ВКонтакте. Ссылочку на мое сообщество я оставлю внизу в описании. Подписывайтесь. Всех целую. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok